Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Ас-саляму алейкум, уважаемые телезрители! В эфире передача «Суберисос» и я, ее ведущий, Турсунбек Камурзаков. Как вы все знаете, зимой возникают бураны, весной паводки, а летом купальный сезон и пожары. И с целью для того, чтобы предотвратить чрезвычайные проблемы, которые могут возникнуть у людей, мы пригласили официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Имманкулова Руслана Юрьевича. Руслан Имманкулович, вот летом сезон купаний, жаркое лето. И вот в среднем по Казахстану, по статистике, то нет около 400 или 500 людей. И каждое воскресенье это где-то погибает по 20 человек. Вот какова тенденция вот этой статистики? Добрый день. На самом деле это больной вопрос. У нас в целом по республике ежегодная статистика такова, что погибает на водоемах республики более 500 человек. Это средняя цифра ежегодного анализа. Из них порядка 100 человек это дети. Очень трепетные цифры, очень больные цифры, живые цифры, которые должны заставить задуматься многих. Отто фон Бисмарк говорил, что только дураки учатся на своих ошибках. Сейчас бы слова до Отто фон Бисмарка в уши многим людям, потому что немногие, к сожалению, учатся на чужих ошибках. Изо дня в день мы рассказываем казахстанцам о тех негативных фактах, которые происходят на водоемах республики. Если брать статистику с начала года, более 180 человек погибших на водоемах республики, из них более 60 это дети. Это только середина лета. И надо сказать, что большая цифра осталась нарастание мети именно с начала купального периода. Интересные, конечно, коррективы свои вносят погодные условия, потому что именно с началом жаркого периода основное количество рост этих утопленников пошел, согласно статистике. Если говорить о начале купального сезона, то официально он начинается 1 июня в Казахстане. Например, в Мангисталовской области мы в этом текущем году начали купальный сезон уже 25 мая. То есть в некоторых регионах намного раньше жара встала. А вот учитывая то, что в центральных регионах республики противоречивая погода сохранялась довольно долго, до середины июня примерно, даже до конца июня в некоторых регионах. Поэтому вот колебалась эта статистика и было не очень много людей, но вот с установлением жаркой погоды цифра пошла в рост. И максимальное, конечно же, количество утопленников мы заметили на прошлой неделе. Вот на прошлой истекшей неделе 46 человек утонуло, из них 11 дети. Мы не статисты, мы принимаем определенные меры профилактического характера. Разработан целый комплекс мероприятий, согласно которому мы работаем совместно с местными исполнительными органами. Мы работаем совместно с местной полицейской службой. Ежесуточно, это вот как раз таки тот период, который называется для спасателей без выходных, ежесуточно спасатели обходят водоемы республики с целью донести информацию до отдыхающих на необорудованных, непредназначенных для купания пляжах. Вот есть одна интересная цифра, я ее очень часто повторяю, чтобы люди вообще понимали, о чем речь идет. В Казахстане более 50 тысяч водоемов. Только вслушайтесь в эту цифру, более 50 тысяч водоемов. И даже невозможно поставить на каждом из водоемов по спасателю. Поэтому, во-первых, это неэффективно будет, каждый водоем имеет свою квадратуру. Ну и во-вторых, должна быть своя собственная сознательность со стороны людей, граждан, которые все-таки должны переживать за свою жизнь и жизнь своих близких. Вот более 50 тысяч водоемов, и у нас в целом по республике не в каждом населенном пункте, к сожалению, есть пляжи, доступные для людей. Это вот один из тех больных вопросов, которые на данный момент есть. Мы активно работаем с местными исполнительными органами, но это компетенция местных исполнительных органов, акиматов, которые должны для людей предоставлять бесплатные места для купания. Вот если брать по республике цифру, по республике 600 частных пляжей и 100 пляжей, которые находятся в государственной собственности, то есть государством обеспечивает инфраструктуру и все остальное, и плата, соответственно, с горожан не взымается. Ну и давайте слушаемся в эту цифру, более 50 тысяч водоемов и всего лишь 700 пляжей вкупе вместе взятых, 100 государственных и 600 частных. Естественно, что люди, когда они захотят купаться, они пойдут на близлежащий водоем, потому что в том населенном пункте, где они живут, там нет пляжа. Многим, допустим, этот вопрос по бюджету, по семейному может бить, потому что не всем доступно еженедельно или в неделю по нескольку раз приходить самим или детей приводить. И платить. Да, и купаться именно на оплачиваемых частных пляжах. Это, конечно же, больной вопрос. Мы доводим его до местных исполнительных органов. То, что касается компетенции непосредственно Комитета по чрезвычайным ситуациям, ежесуточный обход водоемов республики. Мы знаем наиболее опасные участки рек. Регулярно там выставляем спасательные посты, дополнительные от тех, которые есть, в принципе, по республике на постоянной основе, которые есть. И с года в год мы определяем дополнительные точки, опасные точки и выставляем туда посты. Вот надо сказать, к примеру, охраняемый пляж Капшагайский, да, вот за истекшие выходные 4 человека там утонуло. Ну, надо смотреть в статистике. Утонуло 4 человека, но при этом там же было спасено более 50 человек. Что бы там было, если бы не было вот этого спасательного пункта, который, ну, спасли 50 жизней, фактически говоря. Вот вы говорите, с 500 утопленников, где-то около 100 являются дети, то есть 25% дети, 75% это взрослые люди. Каковы причины того, что вот взрослые люди тонут? Ну, а наиболее распространенные причины, которые мы сейчас видим, вот анализируем, смотрим, доводим опять-таки до населения, чтобы учились опять-таки на вот этих негативных фактах, это первая и наиболее распространенная причина – недооценка, либо можно сформулировать эту причину следующим образом – переоценка собственных сил. То есть человек не задумывается о собственных возможностях, он не знает особенностей того водоема, в котором собирается купаться, он не знает возможности своего здоровья. Эти пункты наиболее часто встречающиеся, потому что может у человека судорога схватить, может у человека сердце барахлить, потом многие люди купаются, злоупотребляя алкоголем. Это один из тоже частых факторов по республике. Ну, а что касается детей, конечно же, это оставление без присмотра взрослых. Мы, к сожалению, вот анализ провели, и, к сожалению, было заметно, что практически все дети, которые утонули, они не были заняты каким-либо делом. То есть они не посещали секции, кружки, они не были заняты родителями. Сами себе предоставлены. Да, совершенно верно. Родители не сядут с ребенком, книгу не прочитают. Как на выпас. Отпустили детей, самих дети где-то ходят, и в результате потом мы получаем еще одного погибшего ребенка. Я вот закончу. Один из таких фактов, это у нас совершенно недавно, буквально две недели назад, был факт на канале Нура и Силь, четверо детей, вот утонувших, да, наиболее такой резонансный больной случай. И вот буквально на истекшие выходных женщина с двумя детьми утонула. Наверное, тоже знаете, все средства массовой информации об этом рассказали. Конечно же, с нашей подачи ни один факт из чрезвычайной ситуации не укрывается. Женщина находилась на канале Нура и Силь, занимались они бытовыми вещами, мойкой ковров, но при этом две девочки, которые с ней были, ее дочери 2006 и 2007 годов рождения, вместе с ней погибли в этом водоеме, в этом канале, потому что канал не был предназначен, во-первых, для стирки ковров, и во-вторых, для купания. Непосредственно в этом водоеме есть определенные особенности, которые тоже до населения доводятся. Там может быть резкий обрыв, фактически до 5 метров, потому что проводится ежегодно в паводковый сезон, предпаводковый сезон, ежегодно проводится соответствующее дно углубления пляжей, вернее, водоемов. Водоемов для каналов, для того, чтобы вода свободно проходила в паводковый период. Что мы делаем в предканикулярный период? В предканикулярный период – это один из тех жарких моментов, нюансов работы спасателей, которые стараются довести информацию до населения и до учеников. Мы проводим собрания с родителями, порядка 800 собраний с представителями родителей. Это уже профилактические меры? Да, профилактические меры, да, 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 совершенно верно. Вы принимаете меры? В предканикулярный период были проведены в предканикулярный период, и в предканикулярный период порядка 10 тысяч бесед с учениками было проведено. Это помимо, я хочу акцентировать внимание, это помимо той работы, которую спасатели проводят ежедневно, да. То есть ежедневно они находятся на дежурстве на водоемах, спасении людей, кто-то тушит пожары и так далее. Но при этом все как одно целое выходим по школам в предканикулярный период, проводим интерактивные уроки. Интерактивные уроки – это один из тех инструментов, которым мы часто пользуемся, потому что за один, что называется, присест к проведению урока можно охватить порядка 20 тысяч учеников на территории, допустим, одной области, к примеру. Летом много проблем возникает, как и зимой, да, вот, и наряду с тем, что люди купаются и тонут, и бывает много пожаров летом, потому что вот сухая погода стоит, солнце припекает, и вот весной всегда я тоже иногда вот вижу, говорит, степь горит там. Иногда вот раньше вот бывало, ехал Астана, Кокшетау, и лес горел, и вот сейчас много горельников вижу. И вот как часто вам приходится вот дышать пожары? Это не только пожары, которые на природе случаются. У нас в городе очень много таких вот пожаров бывает, которые неприятны. Вам мати часто вот, например, базары горят там, или еще какие-то вот резонансные такие вот здания или места горят. Вот как в таких случаях, как часто такие бывают, и как вам часто приходится выезжать? Ну, пожары у нас в любое время года происходят, на самом деле, как вы заметили, и пожары делятся на бытовые у нас и природные. Причем сами природные подразделяются еще и на степные, лесные и так далее, градация существует. Вот то, что касается бытовых пожаров, вообще в сутки может доходить до 40 пожаров. По сводке комитета по чрезвычайным ситуациям, по нашей сводке, до 40 пожаров в сутки может происходить. Конечно, не все пожары с благополучным исходом происходят. Много пожаров, когда люди погибают. Много, опять-таки, вот мы сейчас говорили о детях и об их занятости. Много детей становится причиной возникновения пожаров. Это так называемая детская шалость с огнем. Много очень пожаров происходит из-за элементарного недосмотра за электроприборами в квартирах и в домах. То есть, это очень частые причины, и мы их отслеживаем, и регулярно, ежесуточно органы государственной противопожарной службы реагируют на эти пожары. Но, кроме этого, еще и, как вы сказали, есть природные пожары. Так вот, если говорить о природных пожарах, то порядка 4 тысяч пожаров природных в год происходят ежегодно. Территория выгорания может достигать ежегодно 300 тысяч гектар. Огромные цифры, и вы знаете, да, и вы знаете, что особо заставляет насторожиться, это, конечно же, то, что, согласно статистике, более 80% этих пожаров, пожаров виновником становится сам человек. То есть, это небрежно брошенный окурок, это небрежно брошенная тара стеклянная, которая может стать увеличителем, и, соответственно, из искры возгореться пламя, как говорил классик. Соответственно, отсутствие искрогасителей при обработке полей на тракторах, это тоже одна из частых причин, когда степные пожары происходят. Статистика, конечно же, тоже неутешительная, но при этом надо заметить, что в этом году у нас природных пожаров, в частности, лесных пожаров на 36% меньше. Есть определенный план, который мы подписали. План подписывается министром внутренних дел. Согласно этого плана, порядка 30 тысяч человек, это сводная группировка из различных подразделений государственных органов, она всегда в боевой готовности для тушения природных пожаров. Там основную часть, конечно же, играют местные исполнительные органы, потому что тушение пожаров, находящихся непосредственно в резерватах, лесных зонах, они относятся к компетенции Министерства сельского хозяйства. То есть, это лесная зона, Министерство сельского хозяйства обязаны обеспечивать соответствующие группировки, силы и средств, которые могут реагировать своевременно, но, кроме того, и, конечно, проводить профилактическую работу. То, что же касается непосредственно органов государственной противопожарной службы, это, в первую очередь, реагирование на пожары в жилой зоне, то есть, защита жизни и имущества непосредственно граждан. Вот такое распределение обычно есть, но мы никогда на это распределение фактически не смотрим, да. Наши подразделения по первому вызову, по первому требованию, просьбе выезжают на тушение природных пожаров. Это резонансный случай в Кемерово, когда вот в Большом торговом центре случился очень большой пожар, и погибло очень много людей. Такие вот ситуации, которые могут быть и у нас, какие меры сейчас у нас предпринимаются нашими честниками для того, чтобы предотвратить возможные случаи таких, говорится, трагедий, которые могут нанести людям очень большой вред. Да, ну, пожар в Кемерово, к сожалению, конечно, произошедший и унесший много жизней. Он стал, конечно, толчком для проведения соответствующей фазы проверок в Республике Казахстан, причем фазы внеплановых проверок. Мы знаем, что Комитет по чрезвычайным ситуациям и его территориальные подразделения, инспекторский состав проводят проверки согласно плана. То есть нужно необходимо рассказать сперва, наверное, зрителю о том, как вообще проводится механизм проверок. Изначально планируемый перечень объектов, который подлежит проверке в следующем году, формируется за год вперед буквально. Этот план утверждается всеми госорганами, согласовывается с Национальной палатой предпринимателей Атамикен, которые стоят на страже интересов бизнеса предпринимателей. Обязательно согласовывается с Генеральной прокуратурой и, в конце концов, вывешивается на сайте Генеральной прокуратуры. То есть тот или иной предприниматель уже фактически за полгода вперед, как минимум, знает о том, что у него будет проводиться проверка. Это один из тех факторов, конечно же, который стоит на грани интересов бизнеса, но в то же время на грани интересов граждан. Потому что, естественно, когда человек знает, что в таком-то полугодии у него состоится проверка, к этому времени он быстренько наладит все свои системы пожаротушения и все остальное. Но бывают и такие резонансные случаи, когда предприниматели и это не хотят сделать. То есть загодя, зная о предстоящей проверке. Непосредственно уже перед проверкой, как минимум за неделю, иногда и больше сроки выдерживаются, предприниматель дополнительно письменно уведомляется о том, что он будет проверен в такой-то срок, к примеру, на неделе, с такого-то по такой-то проверка соответствующая пройдет. Ни в коем случае нельзя инспектору органов государственной противопожарной службы приходить и внепланово проверять тот или иной объект, потому что это уже подлежит под коррупционные деяния. Ну вот в этом году, учитывая опять-таки это случай в Кемерово, был проведен ряд внеплановых проверок. Проверкам подлежали более 1200 объектов. Значит, на более чем, только вслушайтесь опять вообще цифры, интересная вещь, да? Более чем 1200 объектов, которые были проверены, на них было обнаружено более 15 тысяч нарушений. То есть это крупные объекты с массовым пребыванием людей. То есть мы говорим о тех объектах, которые имеют большую площадь, и на территории которых находится большое количество людей, которые могут принести, ну, иметь непоправимые жертвы, да, в случае какой-то там массовой чрезвычайной ситуации. Даже простого задымления и паники людей, которые не хотят и не знают, как действовать, да, в той или иной ситуации. И не интересуются, к сожалению, посещая ежедневно тот или иной объект, где находятся эвакуационные пути, да. Первое, что сделают многие, это побегут к лифту, пытаясь на лифте спуститься. Ну, образованный человек, он будет понимать, да, что к лифту никак нельзя обращаться, потому что лифты все отключаются в случае чрезвычайной ситуации. Вот более 15 тысяч нарушений было обнаружено, и были наложены соответствующие штрафы на сумму более чем 19 миллионов тенге. Вот. Ну, там дополнительно, конечно, контрольные проверки сейчас проведены были. Порядка, где-то примерно 80% вот этих объектов они устранили, свои нарушения. В случае, если обнаружение каких-то нарушений, дается определенный срок предпринимателю, когда он должен провести, вернее, устранить все эти нарушения. А уже непосредственно после этого инспектор повторно приходит на объект, если он замечает те же самые нарушения, то материалы подаются в суд. А уже непосредственно суд решает оставлять этот объект в таком вот виде, либо выносить ему какое-то предписание, либо объект закрывать. То есть решение о закрытии объекта несет суд. Часто мы слышим в адрес наших сотрудников критические замечания, почему этот объект работает, почему он не закроет. Закройте его, почему он не закроет его. Мы не имеем права его закрывать, только суд имеет право закрывать тот или иной объект. Вы очень хорошо сказали в таком плане, что у вас проверки идут плановые, что закрывать имеет право только через суд. То есть, это вот такие демократические правила, по которым вы работаете. В интересах бизнеса, но главное, чтобы сам бизнесмен был сознателен. Есть такое крылатое выражение, что главным пожарным у тебя на объекте должен быть сам предприниматель. То есть, он сам должен быть ответственен и заинтересован в первую очередь в том, чтобы у него на объекте была полная безопасность. Да, но во всяком случае, необходимость контроля никто не снимает. Это очень важно, что это очень необходимо. Уважаемые телезрители, мы сегодня беседовали с самым оперативным представителем пресс-службы нашей страны. Я хотел вас поблагодарить за то время, которое вы уделили. Большое вам спасибо. Аман Сау Балансдар. Субтитры создавал DimaTorzok